В это день 4 мая родились. Фридрил Брокгауз – немецкий издатель одной из первых энциклопедий. Позже его труд станет основой российского словаря Брокгауза Эфрона. Александр Керенский – глава Временного правительства, последний формальный правитель до Советской России. С 1918 года в эмиграции. В этот день 4 мая 1797 года российское дворянство было лишено права подачи коллективных жалоб императору. Это было частью политики Государия Павла I, который начал наступление на привилегии дворян. Спустя 4 года это откликнется для него потерей трона. 4 мая 1838 года деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко. 4 мая 1896 года в Петербургском саду «Аквариум» состоялся первый в России киносеанс. 4 мая 1887 года принято решение исполкома Ленсовета о строительстве сооружений защиты Ленинграда от наводнений. Со времен основания Санкт-Петербурга не было такого десятилетия, которое бы обходилось без наводнения, причем в некоторые годы днева выходила из берегов несколько раз. Особо катастрофическим выдался 1777 год. Уровень Невы поднялся на 321 сантиметр выше нормы. После этого, по указу Екатерины II, составлен гидрографический план города, внедрена система предуведомлений, которая почти без изменений действовала до середины 1930-х годов. О приближении высокой воды сообщалось по любой скрепости и сигнальным флагом днем и фонарями ночью. Менее чем через 50 лет столицу империи накрыло самым сильным наводнением в истории. Водна поднялась на 421 сантиметр выше ординара. На некоторых домах сохранились памятные таблички с обозначением уровня воды. Сотни человек унесло водой Финский залив. Ущерб составил до 20 миллионов рублей. Гигантская сумма по тем временам. По мотивам этих мрачных событий Пушкин написал своего медного всадника. И тогда же основательно озаботились вопросом защиты города от непредсказуемой стихии. Инженер Пьер Доминик Базен, называемый в России Петром Петровичем, предложил передовой проект защитных сооружений. Но тогда его посчитали нереализуемым. Тем не менее, под его руководством проходило углубление у стеневы и каналов, модернизация крупнейшего из них обводного. Очередная попытка системной борьбы против стихии случилась в конце 20-х, начале 30-х годов 20-го века. Институт коммунального хозяйства Ленинграда представил в 1932 году проект, основанный на изысканиях столетней давности Базена. Проект мог бы органично вписаться в тренд гигантских строек Советского Союза. Он и вписался, и как большая часть этих проектов, так и остался на бумаге. Отчасти из-за недостатка финансирования, отчасти из-за грянувшей войны. Однако вопрос оставался насущным всегда, и крупное наводнение 1955 года напомнило о беззащитности северной столицы. В конце 50-х для восстановленного после войны Ленинграда составлялся новый генплан, в который и включили вопрос строительства защитных сооружений. Снова обратились к работам Базена, которые, казалось, должны были уже устареть. Ни снова работы не пошли дальше с чертежей. И только в конце 70-х на окраинах города начала курсировать техника. Проект размаха не утратил. Дорогостоящая и сложная система сооружений протянулась на 25 километров, соединив с материком остров Котлин и южный берег Финского залива с Кронштадтом. С переменным успехом работы затянулись более чем на 30 лет. Основная их часть – насыпанная поперек Финского залива дамба, на которой запущено автомобильное движение до четырех полос в каждую сторону. В шести местах дамба-шоссе прерывается вода и судопропускными участками, своего рода гигантскими воротами. Большую часть времени ворота открыты и свободно пропускают суда и морские воды в Неву. Но с приближением шторма 200-метровые сооружения захлопываются, чтобы защитить город от удара волны. Строительство окончилось только в 2011 году. И той же осенью предотвратило подтопление. А в 2013 году город избежал наводнения, возможные последствия которого оценивались в 20 миллиардов рублей. Реализованный проект также основывается на разработке 200-летней давности. Разумеется, с современными технологиями. Сейчас это достопримечательность города и области. Одновременно памятник прогрессивной мысли ушедшей эпохи и современным технологиям. Редактор субтитров А.Семкин